Спонсор видео магазин цифровых товаров заказака.ком Лучшие цены на компьютерные игры и не только Гарантия 100% и моментальная доставка А также ежедневные раздачи дорогих игр и конкурсы Зака Зака Ссылки в описании В современном мире игровая индустрия шагнула далеко вперед И из гиковского направления превратилась в целую индустрию По заработку денег со своими гигантскими акулами и их конвейером игр И если раньше игр было гораздо меньше и делать их старались куда тщательнее То сейчас увидеть на прилавках магазина законченную игру Не требующую многогигабайтных патчей и целого вороха DLC-шечек Все гораздо сложнее А еще раньше игры вообще заигрывали до дыр Исследуя каждый камень и переигрывая по 2, 3, 10 раз подряд И если игры по типу Морровинда позволяли бесконечно исследовать мир И перепроходились лишь несколько раз То игры по типу Готики с достаточно ограниченным пространством деятельности Переигрывались как раз таки эти самые десятки раз Нынче уже не так Фанаты определенных игр переигрывают их конечно по второму и третьему кругу Ну и тех приходится приманивать разными плюшками в виде New Game Plus, Plus Plus, Plus 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 Разными ачивками, DLC-шечками и конечно же модификациями Именно так я и поступил в третий раз решив полностью перепройти Ведьмак 3 Установив на него глобальную хардкор модификацию Школа Платвы И сегодня я немного подробнее расскажу вам о ней Поехали! Привет ковбой, с вами Ивойс Ребус и просто канал об играх И для всех сомневающихся сразу дам пояснение Мод однозначно стоит того, чтобы его посмотреть и поиграть в него часов 20, а то и 30 минимум Ведь даже сейчас, спустя 7 стримов, я еще не до конца разобрался в нем И не полностью открыл все его грани для себя С другой стороны, этот мод не меняет игру графически Совсем Все, что было в игре до этого, осталось в ней без изменений Он также не меняет сюжет и не добавляет новых квестлайнов Ведь с текущим модкитом это просто невозможно Тут представлены только геймплейные модификации Которые при этом очень сильно меняют ощущения от игры Буквально только-только очнувшись в белом саду от страшного кошмара Вы уже услышите изменения Многим они покажутся знакомыми А некоторые просто почувствуют эти самые изменения Ведь данная модификация дополняет мир игры саундтреками из первой и второй частей Ведьмака Решение достаточно спорное Иногда музыка играет ни к силу ни к городу Но иногда нотки ностальгии так и трепещут в груди Впрочем, наслаждаться музыкой времени нет На нас нападают гули И сразу становится понятно, что здесь что-то не так Враг стал как будто сильнее, а Геральт гораздо слабее Отскоки уже не только не ультимативный вид защиты Ведь они стали короче и медленнее И гуль в прыжке легко тебя достает Но еще и тратят драгоценную энергию Которая, закончившись, более не дает делать эти самые драгоценные отскоки Инвентарь, гад такой Почему-то тоже отказывается открываться И ситуацию спасает только наш приемный отец и наставник Виссимир Который в отличии от нас достаточно уверенно себя чувствует И методично изничтожает противников Теперь-то понятно, что все не так, как раньше И решение играть сразу на уровне сложность на смерть Пожалуй, было достаточно ошибочным Что ж, давайте разбираться У модификации школы платвы есть ровно три цели Которые она преследует своей установкой Первое, это слегка обновить игру Поэтому в игру была добавлена новая музыка Новая броня, новые ингредиенты и даже масла Насчет бомб и эликсиров не уверен В игру также была добавлена возможность готовить еду Вероятно, покупая рецепты и ингредиенты у поваров Но до этого момента я тоже пока не добрался В игру было добавлено несколько ультимативных навыков Требующих для активации полной шкалы адреналина Примерно по типу тех, которые были во втором Ведьмаке И делающие из Геральта на короткий срок машину для убийств Также было переработано много навыков Которые теперь немного иначе повышают наши характеристики В угоду двум другим модификациям Так, например, прокачка легких ударов Теперь не только увеличивает силу удара А также шансы силы крита Но и саму скорость атак Что достаточно лаконично ложится на логику быстрых атак Но это еще не все Вторая цель этой модификации Усложнить игру Именно поэтому чертовски слабые гули в начале игры Вдруг надрали нам задницу Лично я, не готовый к такому повороту Трижды умирал от них Пока наконец не выработал какую-никакую тактику В целом, усложнение игры кроется в некоторой переработке монстров Теперь даже самые слабые, но охотящиеся стаи монстры Будут очень серьезными противниками Лично я, до сих пор избегая встреч с квартетом из утопцев И водяной бабы Стараясь выманивать их по одному Зато больших, высокоуровневых монстров Наоборот, немного ослабили И даже если они гораздо выше нас по уровню Обладая нужными знаниями и умениями Их можно будет победить Говоря вкратце Теперь непобедимых монстров Вне зависимости от их уровня Нет Хотя и это не совсем точно Некоторых монстров переработали так, что их хрен убьешь Встретив как-то в лесу волкалака Я наносил ему урона меньше, чем восстанавливал его реген хп И это, блин, было даже не полнолуние А еще усилили обычных людей Немного изменив их боевой ИИ Теперь они должны чаще использовать отскоки Контур-удары и так далее Но не отчаивайтесь Главное правило Ведьмак Это не просто фехтовальщик или маг Это убийца монстров Умеющий применять и зелья, и бомбы, и ведьмачьи знаки И, конечно же, стальной или серебряный Меч в зависимости от обстоятельств и слабостей противника Придерживайтесь этому правилу И вы легко переживете ослабление ведьмака Ах да Теперь ведь любое действие Геральта требует энергии Отскок, уклонение, парирование, перекат, блок, контратака Все это требует энергии Использовав на противнике, например, вторую форму Аксия Вы уже не сможете тут же увернуться от второго противника Ведь уровень вашей энергии будет равен нулю Более того, вес инвентаря и ваших доспехов соответственно Теперь не только влияет на действие одного ценного отвара из главоглаза Но и в целом на вашу скорость, уклонение, оперативность и реакцию Теперь ценность доспехов кота еще более ценна Добавьте к этому тот факт, что принимать зелье во время боя у вас не получится И вы поймете, что путь ведьмака стал гораздо, гораздо сложнее Но и это еще не все Третья направленность модификации школы платвы Это повышение реализма в игре И вот тут кроется самое интересное Теперь прием пищи и главное отваров анимирован И чтобы их принять, необходимо потратить несколько секунд Что практически исключает возможность приема во время боя Реализм несомненно Теперь эликсиры, отвары, масла и бомбы приходится крафтить вручную Сначала создаем концентрат из обычного рецепта А потом с помощью дилютора разводим концентрат И получаем необходимое количество того, чего создали По опыту скажу, что это ужасно сложно Хотя и достаточно реалистично Учитывая тот факт, что книжный геральт мог восстанавливать запас эликсиров Только в Каэр Морхене или например в храме Милитейли Так как просто нужных ингредиентов негде было достать Зато вы можете теперь таскать с собой 50 ласточек Которые действуют гораздо дольше обычной Попробуйте правда сделать их еще Теперь вы еще и бедный ведьмак Ну или как минимум игра постарается сделать вас бедным Ведь цены на крафт сильных мечей и доспехов Уж очень невероятно завышены И например на крафт эпического меча Гарпия Кузнец запрашивает почти 5000 крон А ведь по меркам игры это нереально колоссальная сумма А сколько будет стоить крафт ведьмачьей брони Я даже представить себе не могу Что само по себе относительно ну не очень реалистично Хотя тот факт, что геральт всегда был бедным ведьмаком Это конечно же точно Теперь, как я и говорил ранее Вес влияет непосредственно на геральта И на его реакцию Но помимо этого у нас полностью отобрали волшебные сумки платвы Расширяющие именно наши карманы И бездонный магический общий сундук Теперь у нас есть только наш карман С 60 единицами максимального веса И сидельные сумки платвы Которые можно активировать только находясь около нее Сама платва тоже теперь потеряла часть своих магических свойств И возвращается к нам теперь только находясь в пределах видимости И то не всегда Или в городах И около мест с быстрым перемещением Теперь-то она действительно наша верная спутница Ведь оставлять ее И главное наши вещмешки Слишком далеко не хочется А еще трофеи теперь не добавляют бонусов Прокачка и алхимия доступны только в концентрированной медитации около костра И для крафта всего и вся требуется целая куча непонятных ресурсов Которые хрен знает где найти Угу Круто и сложно Ничего не сказать Я бы даже сказал, что это невыносимо смертельный мод И опираясь на описанное выше Геральт никогда бы не выбрался из белого сада Так как его бы просто нахрен убивал Грифон Но я кое о чем умолчал В погоне за реализмом было добавлено два послабления Которые при правильном применении помогут нам выжить Первый это отмена необходимости добавлять навыки в активную панель Ибо достаточно глупо со стороны Геральта Постоянно забывать изученные умения Или требовать их дополнительной активации Теперь любое изученное умение будет сразу работать на вас А в активные слоты их можно добавлять только ради бонусов от мутагенов Во-вторых В игре полностью отменено требование по уровню к мечам, доспехам и арбалетам Это значит что на втором уровне вы можете надеть мечи пятого Если они у вас есть конечно же Именно так я и убил Грифона Экипировав серебряный меч высокого уровня с хорошим уроном То есть теоретически Выйдя из белого сада Вы можете пройти всю цепочку доспехов Вплоть до кроссмейстерского уровня Скрафтить их и носить Только хрен у вас это конечно же получится Именно эти два фактора позволяют Геральту выживать в мире Где правит школа плотвы Я постарался вкратце рассказать обо всех аспектах которые затрагивает школа плотвы Что она изменяет или добавляет Разве что забыл упомянуть о доступности навыка вихрь, разрыв, отражение стрел и вторых форм знака в самом начале игры Но если я упустил что-то еще напишите об этом в комментариях Так как я знаю что среди моих зрителей есть те кто уже прошел эту игру с модификацией школа плотвы Ну а я прощаюсь с вами Если видео вам понравилось то ставьте лайк Подписывайтесь на канал и включайте уведомления через колокольчик Увидимся в новом ролике совсем скоро Но на этом пока Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok